Жители Мацесты принимают подарки. В честь дня города власти оборудовали для них новую прогулочную зону. Расположилась она вдоль реки. Теперь есть где совершить вечерний променад или утреннюю пробежку. Нам очень была необходима такая зона, поскольку у нас нет в нашем районе каких-то игровых площадок для детей, где можно провести время, покататься на велосипеде или просто отдохнуть. Далеки от транспорта, от проезжей части, ну и рядом река, воздух. Всё будет способствовать закаливанию здорового образа и здоровому образу жизни. Такой подарок жители микрорайона выбрали сами. 18 марта сочинцы определились, как будет развиваться их родной город и проголосовали за благоустройство набережной реки Мацеста. Все жители Мацеста этого добивались, просили очень много лет, больше 20 лет. И когда был единый день голосования, президента выбирали. Не только Мацеста, большинство жителей Хостинского района голосовали за наш парк. Он самый большой, потому что здесь 7 гектар. Прогулочная зона – это часть большого проекта, рассчитанного до 2021 года. Сейчас реализуется его первая очередь. Уже появились брусчатка, лавочки и урны, а берег обрамляют парапеты. Далее подрядчики поработают над освещением и озеленением территории. Работы завершены по восстановлению полотна для прокладки набережной, для пешеходной зоны, для устройства брусчаточных зон. Сделано две трети парка. Впереди ещё три очереди, самых крупных таких. Будет велодорожка ещё оборудованная, будет озеленение. Работу принимают жители Мацесты и глава Сочи. Анатолий Пахомов торжественно открыл в день города новую 500-метровую прогулочную зону и проверил, как идёт благоустройство парка в целом. Появится не только набережная, но и велосипедная дорожка, появится пять детских площадок, появятся спортивные площадки, даже появится открытый бассейн. Но это уже территории, которые просит Югспорт. Он предлагает нам поставить здесь бассейн. Но это на перспективу. До конца 2018-го подрядчики обустроят ещё 500 метров набережная. Пешеходная зона должна связать бальнеологический курорт Мацеста с Теренкуром. Всё это реализуется в рамках приоритетного для Сочи краевого проекта формирования комфортной городской среды. Только в этом году на его реализацию выделено 220 миллионов рублей. А значит, парк на Мацесте – не последний подарок сочинцам.